Добрый день! Вы на канале 10 лучших остров для отдыха. Я продолжаю видео про остров Фулхаду. В первой своей части я показал, что представляет из себя поселок. А сейчас я покажу дорогу до пляжа и сам пляж на острове Фулхаду. На Мальдивы мы прилетели 26 декабря. Побывали на островах Маафуши, Тоду, Околос, Разду, Фериду, Матевели. Последний наш остров был Фулхаду. На острове мы бронировали два отеля. Это вы видите отель Три Сердца. Как они нас из-за жадности чуть не подставили, мы рассказывали в нашем видео про путешествия по островам. На самом деле ребята зажрались. Это вы видите вот такие дешевые завтраки. Пробовали ихний ужин на 18 долларов на человека. И после этого жили там, а питались в первом нашем отеле, который мы бронировали, называется Азуш. К сожалению, на острове все кафешки закрыты. И питаться можно только при отелях. На Фулхаду на данный момент работает всего три отеля. Это Азуш, Три Сердца. И новый отель, который открылся 5 января этого года, называется Village Holiday and Spa. Мы там посмотрели, побывали. Ну, ребята молодцы. Огромные деньги вложили. Очень такой современный. Укомплектован кофемашинами, современной электроникой. Ну, на самом деле, рекомендуем этот отель, который вы сейчас видите. Три Сердца, даже близко в подметке, им не годится. Какие там кофемашины. Они даже или обыкновенный электрический чайник с пакетиками заварки чая и кофе, не о себе номера укомплектовали из-за своей жадности. Но это вы видите сейчас, как очень быстро, прямо, можно сказать, реактивно работал у них интернет в номерах. Водим, тут сразу натыкаемся на упор, пойдем так. Нет, мы же туда идем, Бюро. И что, это не давить? Да какая разница? Ну, местные срачи, сраченку строят. А сейчас мы выходим на дорогу, идущую на пляж Бикини-Бич. Почему не может быть? Все можно делать, штрафовать их можно, все это. Потому что милиция никак не убирает. Ну, дядя, потому что законы государству по-барабану это все. Так же и здесь государство по-барабану. Ну, а что же, тогда что не ноет, что им денег не хватает, что вот. Это же все вот эти резорты из-за этого были созданы. Потому что денег нету. Вот это что, убрать нельзя? Можно все это убрать. Они хотят и деньги иметь, понимаешь? И при этом ни хрена не делать. Но такого же не бывает. И чем больше будут показывать вот эту правду про эти Мальдивы, тем меньше сюда народу будет ездить. Ладно, я говорю, не говорю про чаще. Ну вот, прямо так-то про какие-то места можно было же. Тут идешь и кругом такой свинюрник. Видишь, у нас все еще и это. Покажут, у, красота, киона, у, ты, ну, а это. Это надо туристам, получается, как, таким, как лошадь. Делать вот, знаешь, ограничения, чтобы по сторонам мы не смотрели. Шорок. Да. Вот, смотри, только прямо. Что вот это? Нормально что ли? Кинди бич. Идем на бикини бич. Я вижу. Вот я уверен, 200%, что сейчас придем на эту косу, а там как был срач, так и было это. Из людей сняли по 95 долларов за то, что им сделали приват-ужин. Да я уверен. Что думаешь, что они кого-то отправили, чтобы убраться там? Матер-жи. Матер-жи. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Это вот бикини бич На всем пляже, кроме вот этого навеса Напоминающий о былой роскоши Нет ни одного местечка, где можно спокойно укрыться от солнца Предлагают в кустах прятаться, но там, к сожалению, куча комаров и мусора Мы запланировали наш отдых на Фулхаду наглядейших красивых картинок в Ютьюбе Ну а на самом деле, я вам скажу, совершенно не все так радужно Как видите, как видите, остров погряз в мусоре И они совершенно не переживают о каких-то, что надо создавать какие-то условия для туристов А зачем? И так все пережуют Я бы этим мудрецам посоветовал бы посмотреть на своих соседей на острове Тодду Вот там ребята молодцы Сложились, наняли человечка, который постоянно выбирает пляж Организовали душевые кабинки, туалеты, комнаты для переодевания То есть создали по максимуму условия для туристов, чтобы они купались с комфортом Сейчас вы как раз видите пляж на острове Тодду Они лишние кусты убрали, чтобы не разводить комаров А на место них, вот видите, неплохие площадочки для отдыха сделали Ну посмотрите, пляж на острове Тодду Пляж на острове Тодду Как самое, Rodrigo Как разглядывают. Вело в том, что не заболевали того чтобы Ambiente С левой стороны еще что-то строят, скорее всего, туалеты или душевые. Молодцы! А это вы видите сейчас пляж, который заснял с дрона. Убрали лишние кусты, чтобы не разводить комарья. Как видели, поставили кабинки для переодевания, душевые и при этом не в одном только месте. Но постарались сделать по максимуму, чтобы было туристам удобно и комфортно на их пляже. Мы не зря назвали свой канал «10 лучших остров для отдыха». Планируем посетить первую десятку лучших островов для пляжного отдыха согласно рейтингу. И уже на нашем канале вы можете посмотреть прекрасную Малайзию и ее остров Лангкави, который совместил в себе пляжный отдых с магазинами Дьюти Фри, со смещенными ценами на алкоголь, парфюмерию, шоколад, спортивные товары. Также лучший остров в Таиланде называется Симиланы, на втором месте острова Пхипхи. На них снимался фильм «Пляж», главная роль из Леонардо Ди Каприо. Филиппины и его остров Баракай, пляж которого не уступает Мальдивскому. Остров Себу, где можно покупаться в океане с китовыми акулами, величиной с автобуса. Остров Палаван и городок Лнида, где можно покупаться и покататься по турам, по островам. А также недалеко от городка Порта Принцесса находится подземная река, их всего три таких в мире. В Шри-Ланку. Ее исторические места такие, как Сигирия, Канди, Новорелия, Элла и пляжи Унаватуна, Бентота, Мериса. Как видите, у нас много интересных видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. До скорой встречи. Приятного вам просмотра. До скорой встречи. КОНЕЦ